Короче говоря, я потерял зрение. Это был четверг. Я стоял у окна и наблюдал за разными животными. Помахал пролетающей мимо птичке, пёсику, выбегающему из-за кустов, и роме, который лежал на лавочке. Замечательное утро. Несмотря даже на то, что сейчас полдевятого вечера, я стал думать, чем бы таким сегодня заняться. Схожу в город, посмотрю на что-нибудь классное. Например, на сварку. Или на шоу ослепительных фейерверков. А может, взглянуть на глазовыжигающий ультрамощный лазер? Да, так и сделаю. Вернулся домой через несколько часов. Я здорово провёл это время. Попил чая и лёг спать. Ночью проснулся от звука уведомления. Я поднёс телефон к лицу. И он ослепил меня в этой кромешной темноте. Я не видел абсолютно ничего. Нащупал включатель. Загорелся свет. Наверное. Я не вижу. Попытался найти телефон, чтобы позвонить Роме. Искал пять минут. Восемь минут четырнадцать секунд. Дринадцать минут тридцать шесть секунд. Кажется, нащупал. Чтобы не тыкать вслепую, позвал Сири. Попросил позвонить Роме. Какому Роме вы хотите позвонить? Рома Петров. Ромаль четвёртый. Рома, хрен знает, что за номер. Надо удалить, как будет время. Рома, Рома. Рома, Рома. Чтобы позвонить, необходимо разблокировать айфон. Я приложил палец. Чтобы разблокировать, необходимо сделать тройное сальто назад. Ну это я с лёгкостью. Сделал тройное сальто. На монтаже. Судя по звуку, телефон разблокировался. Рома поднял трубку. Я сказал, что потерял зрение и ничего не вижу. Он спросил, пробовал ли я включать свет. За кого он меня принимает? На всякий случай, ещё несколько раз потыкал включатель. Нет, дело не в свете. Рома спросил, может быть, Валёне? Заугарал и сбросил трубку. Зашибись. Он пришёл через три минуты. Я стал пробираться к двери. Уронил плохо закреплённую полку. Открыл дверь. Судя по запаху, понял, что это дверь в туалет. Пошёл в коридор. Открыл входную дверь. Там, наверное, как всегда, стоял Рома и по-идиотски улыбался. Мы прошли в комнату, и Рома сказал, что сейчас осмотрит меня. Он осмотрел меня. Сказал, что нихрена в этом не разбирается. Чётко. Он помог мне сложить кровать. Косо, криво. Но помог. Предложил сверить симптомы по интернету. Я сказал, что потерял зрение, когда посмотрел в телефон. И теперь низги не вижу. Он спросил, что такое сга. Я сказал, что низгаю. Рома шокированно сообщил, что мне осталось жить не больше суток. Предложил немедлить и сразу обратиться в ветеринарную клинику. Мы вышли на улицу. Рома перевёл меня через дорогу, через канаву, через чёрную дыру. Я вспомнил, что забыл дома медицинский полис. А без него не примут, даже если у тебя будет торчать топор из спины. Мы вернулись домой. Рома решил почитать информацию на сайтах для людей. Сказал, что это обычное явление, и слепота проходит в течение пары недель. Я расслабился. Но за это время придётся привыкать и просить Рому быть со мной 24 на 7. Он сказал. Друг на то и друг, чтобы помогать. Друг другому-то другу в зубы не смотрит. Если друг в беде, то друг на то и друг, чтобы другом быть. И ушёл к себе спать. Чётко. Я вернулся в комнату. Понял, что мне снова нужно разложить кровать. Подойду к этому максимально ответственно. Скинул все подушки и лёг на неразобранный диван. Наступило утро. Я открыл глаза. Хотя и с закрытыми было точно так же. Надо сходить в туалет. Нащупал унитаз. Вроде это он. Потом проверю, нормально ли всё прошло. Отправился на кухню готовить завтрак. Достал пару яиц. Разбил их ножом в сковородку. Налил кофе. Посластил. Добавил молока. Вкусно позавтракал. Пришлось снова нащупывать унитаз. Наконец пришёл Рома. Стал жаловаться, что я нарушил все его планы на сегодня. Он должен был помогать немощным, слабым и убогим. Хотя нет. Не нарушил. Я захотел посмотреть телевизор. Мы включили телевизор. Рома стал пересказывать то, что происходило на экране. Здесь двое влюблённых пытаются пройти через испытания и сохранить друг друга. Я спросил, это Титаник? Нет, это давай поженимся. Я понял, что из Ромы такой себе рассказчик. Так прошло две полноценные недели. За это время Рома помогал мне чистить зубы по утрам. Стирать бельё. Мыть полы. Готовить еду. И есть еду. Сегодня наступил самый долгожданный день. Я открыл глаза. И, о чудо, я всё прекрасно видел. Посмотрел в зеркало. Лучше б я этого не видел. Отныне я буду бережнее относиться к своему зрению. Заглянул в телефон. Долистал до того уведомления, из-за которого временно потерял зрение. Открыл сообщение. Клиника по восстановлению зрения. Если вы временно ослепли, обращайтесь к нам. Восстановим ваши глаза всего за 20 минут. Короче говоря, я потерял зрение. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и посмотри здесь предыдущее видео. Спасибо за просмотр.